Я считаю, что фундаментальной российской науки не существует так же, как не существует зарубежной фундаментальной науки. Наука фундаментальная, она едина. Мы же, например, не придумываем, а давайте мы не будем называть единицу измерения силы тока ампер. У нас, мол, свои же есть ребята, зачем нам называть словом ампер? Давайте назовём там Иванов, например, единицы измерения силы тока. Ну, бред. Потому что фундаментальная наука, она общая для всей Земли, как мне кажется. А вот наука прикладная, которая вытекает, конечно, с фундаментальной, которая в основном обслуживает и на Западе, и в России, как правило, военный комплекс, она своя. И здесь, опять же, все зависит от того, насколько дисциплинированными и, скажем так, действительно заинтересованными будут те структуры, которые занимаются околовоенной, околонаучной деятельностью. Потому что, или околокосмической, скажем так, потому что там везде высокие технологии. Космос и военные технологии. Ну, потом они все эти технологии опробируются там и спускаются к нам сюда в быт. Памперсы были придуманы для космонавтов, молния вот эта, которая застегивается у нас на ширинке уже даже, она была придумана как способ быстро, значит, одеваться солдатам. Это быстрый способ одежды в военной сфере, не в бытовой. Поэтому фундаментальная наука, как мне кажется, должна быть общая для всех. Локальная наука, она всегда связана с военным комплексом у всех стран и, может быть, у каждого своя. Вот. Ну, а с точки зрения нашей российской науки, как академии наук, тут я ничего сказать не могу. Я вывалился из этого гнезда довольно давно уже и не знаю, что там сейчас происходит, если честно.